Мы связали в виду проблем с логистикой, с импортозамещением и так далее. Поэтому примерно 2,5-3 миллиона рублей уже сегодня берёмся. Извели мы на то, чтобы поддерживать. Это первый и второй максимум пакет мира. Очень серьёзные меры готовятся в честь снятия практически все люди, начиная с запретов проверок, что уже сегодня работает. И в этой связи я ей в конце скажу. Конечно же, нам чрезвычайно важны ваши предложения. Вы чувствуете отпусы, вы знаете. И все депутаты от Татарстана, каждый по правилам для вас известен, отвечают за ту или иную рабочую группу, которая сегодня есть в Татарстане. Например, стройка, вольцо, малоизременное предпринимательство, как бы, причём все очень авторитетно, начиная от Татарина, министра правительства, заканчивая все. И практически я, я через список депутатов, руководителей рабочих групп, дам всех кожи в самый высокий кабинет. Поэтому, если мы с торгово-промышленной палатой республики Татарстан с вами вместе выстроим отношения, мы здесь действительно очень и очень много вопросов можем решить. Поэтому, что я теряю, я через всех, которые проходят рабочие группы, потому что я его обозначил посредством президента, сколько у нас там, что мы получили эти граммы. И мы здесь все ваши предложения будем давать. Что ещё хочу посоветовать? Друзья, вам нужен оптимизм. Мы абсолютно вовремя из этой ситуации выйдем с очень-очень сильными. Это, безусловно, огромные возможности для значительного, больше, чем даже половины видов бизнеса, которые у нас есть. Мы должны вовремя заботиться о наших близких, о тех, кто с нами вместе работает, я уверен, что вот те нервы поддержки, они будут приниматься умеемостно, но очень важно оценить всё, что есть. Что ещё вам обсоветовать? Абсолютно, однозначно, нам надо учить китайский, нам надо учить арабский, но ни в коем случае не забывать английский. Поэтому это абсолютно очевидно, и для того, чтобы мы решили все эти вопросы. И, наверное, коротко всё, как все тезисы, я тоже постарался тезисам. Я там перед завершением ещё несколько привёз, я буду... У вас вопрос, да? Добрый день. Венера Купова, Сады Комерческих Север, газета «Марканские Ведомости». Хотела бы обратить внимание на вопрос, что у нас идёт информационная война, и средства массовой информации в ней тоже участвуют. На фоне того, что творится у нас с интернетом и соцсетями, я обращаю внимание, что в очень сложном положении находится издатель венесской компании печальной продукции. Торстан занимает одно из самых последних мест в Российской Федерации – Борги Роскомпрессы. У нас вся эта сеть, многие годы, разрушалась, осталось очень мало этих киосков, а население очень доверяет чьему слову и хочет поступать на это. То есть не подписываться, а именно покупать в шагу на доступности от дома. Мне бы очень хотелось, чтобы депутаты наши, которые сами областили на это внимание, поскольку ситуация непростая, и средства, то, что выходит на бумаге, это выходит у нас без фейков, сделано профессионалом, если вы делаете. Принимаемся правильно. Радзакевич, короткое предложение, раз уж вы упомянули о возможном профиците. Такое предложение к депутатскому корпусу. У нас по программам инфраструктуры для оптовоспределительных центров, агропарков, технопарков, промпарков принято интересный федеральный такой механизм. С одной стороны, он проверяет губернаторов на порядочность, с другой стороны, федеральный бюджет ничем не рискует. Речь идет о чем? Когда регион строит какую-либо инфраструктуру, то ему возмещается в объеме 50% затрат, например, он может выдавать в виде субсидий, но не более, чем размер поступивших в федеральный бюджет налогов. Это НДС, соответственно, федеральная часть налога на прибыль, таможню, акцизы. Про таможню, акцизы можно сразу забыть. Тут, в принципе, оборудование даже на границе встало, оно теперь не перейдет. НДС в инвестиционной фазе года 3-4-5 не видать. Просто-напросто он к вычету будет себе предъявлен. Иллюзии о том, что организации будут в дело платить налог на прибыль, и федеральную часть от нее 2-3% тоже никаких. В мирное время этот механизм имел, в принципе, место быть. Да, да, да. Прямые субсидии нужны. Я вас говорю. Что касается федеральных вопросов, НДС, понятно, что федеральный налог, достаточно большие доходы федерального бюджета, но мы уже целые отношения приняли по тому, чтобы НДС не брать. НДС – это по себе налог, как говорится, конечный предъявитель его оплаты, и, в любом случае, если у вас есть какое-то предложение, и правительство расстроено очень позитивно. Части ФНС, естественные предложения, готовьте. Части были у опроса 44, 223 федеральный закон. Целый пакет сейчас уже оперативно пошел через Государственную Думу. Это лекарства, оплата и так далее, и так далее. Также хочу сказать о том, что если есть конкретные предложения, какое-то предложение, формулируйте, передавайте через нас. Я лично буду передавать к Мобилиуму, председателю комитета, который отвечает за 44-й закон. Очень большое желание снизить, по крайней мере, на какое-то время, вот эти все проблемы, которые связаны с этим федеральным законом. Пока мы идем с народным фронтам создать. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Пасхана Диана. Я поздравляю с народным художественным фронтам и главным фронтам. Что же мы сейчас объявляем в эту форум, как следует не забывать о фронтуре. Народных художественных фронтам, которые являются частью реативной инфции и фронтуры. Хочу отметить, что мы, например, очень много взаимодействуем с какими-то министерствами, как Министерство культуры, Министерство молодежи. Одной из задач на университет является как раз таким поддержкой этой водосы. Есть актуальные проблемы, которые уже из года в год переходят в эту водосу, но также есть проблемы, которые, так сказать, в формате форс-мажора возникли, как-нибудь раз в людьми. Пропытается сейчас уже такой немножко возврат тем темпом, тем показателям, которые были из-за пандемии. Я считаю, это положительный момент, потому что, на самом деле, в результатах этих суровых условий очень много предпринимателей ушли из этого года. Так как любая культивная индустрия и культурная деятельность, она очень сложно монетизируется, поэтому меры поддержки в этом направлении как никогда нужны сейчас. Что и с чем сейчас мы уже столкнулись? Это повышение цен на селье и материалы. В преддверии туристического сезона, я думаю, это может быть очень большая проблема, так как мы ожидаем большой поток туристов в рамках индустрии туризма, но туристы будут наблюдать, может быть, даже недоступны для них цены на изделие или же как последствия ухода, предпринимателей из этой области. Одной из важных проблем является отток иместленников в сторону перепродажи или путь печати, что является негативным последствием в рамках просто преемственности и развития народных срочных промышлений. Также недоступность некоторых мер поддержки, так как большая часть мастеров и не сельников творческих личностей воды в сей индустрии, они относятся к микробизнесу или к малому бизнесу. Следует заметить, что есть большие предприниматели в субъектахстан, которые тоже находятся в не только мастер-мокупанчистом положении, о чем душа болит, но что-то делать нужно. Из мер предлагаем. У нас сейчас в актуальных действиях уже наших прием завел на яблоку в холодовый дне, который у нас год в год происходит. Вот так же мы говорим, что все по графику, работаем. Это саня Константин-Тубан Абулы и также Тарманский Кремль. Ожидает туристов, готовые, отборить, но очень тщательные в рамках общественного проекта в Сарат-Тарстане, где мы допускаем только производителей. То есть основная конституция квалификации – это поддержка производителей. Соответственно, сложности с сырьем есть. Возможно, найти какие-то замещающие или предзамещающие сырье в России. Будем искать из мер предлагаемых. Хотел попросить субсидию в размере топ-50% на электронарию. Как все, кстати, выполнить по-другому четверг и высоте свои конституции, на что вы хотите больше, как вы занимаетесь. Так, я примеры могу тогда глобально не озвучивать. Хотелось бы отметить только ключевое, что есть АКВЭК в Народной и Художественной промышленности, и большая часть этих примеров, он отдельно не выделяется. Если мы его не будем выделять, мы это направление просто отпускаем. То есть, если вы занятость, есть мало-средний бизнес, отдельно санятостью, Народная промышленность, то есть, стоят, например, на ресторанах, да, логистика, например, конкретная, водоросль отдельная, большая. А Народная промышленность немножко такая, она как-то отдельно обособлена и не выделяется. Конкуренция вашей ниши будет прости, потому что сегодня это один из вариантов вопросов, решение вопросов занятости, абсолютно уверяя, но я понимаю, что вы с тобой нужны, услышаны. Добрый день. Андрей, комитет по инновациям. Я озвучу четыре проблемы, четыре предложения, кратко разговариваю про промышленность. 73% крупных бизнесов в России работают над западным полом. Я сделал опрос среди 500 IT-директоров крупных предприятий. Крупные предприятия значат от 4 миллиарда оборотов во всей России. 73% из них используют западный пол. 30% из них планируют продолжать работать на пиратском программном обеспечении, только 10% нашли аналогов из российских, остальные не знают, что делать. Первое. Вторая проблема. Сложность теперь завозить комплектующие, банальные процессоры и компьютеры. Не на чем работать. Третья проблема. Кадры уезжают. У меня в моей компании, у меня эти компании-резиденты на поле, люди уезжают, кто вырубит, кто покупает. И в принципе, ну, картинка область такая. Те, кто остается, срочно требуют получения зарплат, потому что они все, кайтишники, коррелируют свои зарплаты с долларами. Где доллар? Да, уезжают. И есть федеральные гранты на поддержку производителей программ обеспечения. Кто-то там 100, потому что там из нескольких миллиардов они, там, 90% в Москве отседают. И у меня есть предложение. Предложение требует больше внимания, даже не денег, к продвижению своих крупного бизнеса. Здесь у нас финансово сидит и экономики. Может быть, создать какой-то совет, какое-то размещение, о чем говорил Роман, и точечно на каждое предприятие предлагать решения наши отечественные, которые есть в первую очередь в республике, потому что наши крупные бизнесы не знают. Следующее, проводить обучение малых и средних предпринимателей или студентов, чтобы они переориентировались на отечность. Есть платформы, которые позволяют цифровизовать компании за 3-4 месяца. Для этого не нужны нам, программистам. Можно наладить поток кадров цифровых и сделать новых IT-предпринимателей. Должны требовать каких-то денег, нужно анонсировать это, может быть, через поддержку предпринимательства. Третий, как-то подсказать предпринимателям, как они через нашу ружину, как Казахстан и Казахстан могут вводить те же процессы. И четвертое, может быть, с помощью маски аэродопертики. Можно как-то сделать квоту федеральных грантов на Казахстан, чтобы они там не в Москве расхватывают всякую часть в наш регион, и здесь мы уже отыграли. Вот, и вообще все, что ты сказал, было слышно. У нас вчера был закрытый сайт безопасности, а если я там участвую, вопросы влюбались там, я материал был там. Там, вот, то, что ты сказал, где вы видите записи сегодня, что можно было довести? Сверху, стоит в курорт, который... Один маленький частный вопрос. В прессе было сообщение о том, что айтишники освобождаются в призыв в армию. Вот официально сегодняшний день принят или нет? У меня просто из записи уже не выезжают, если все с ними нет. Пробал отслеживаю. Маленький нюанс, право айтишников в этом плане. Там официально освобождение идет, в случае, если до 27 лет, но, поэтому, неизвестно, что будет, если у вас будет. Я могу просто довести ваше предложение, не поставить до самых высоких кабинетов, но, именно, честно, я пишу, это просто самые низкие инцидентные решения, и мы направлены сейчас на ВПП, максимальная поддержка, и всем, в общем, это целый отечественник. Буквально, так вот, здравствуйте, 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 надеюсь, предприниматели тоже вызывать не будут. Значит, ну, мы занимаемся пансионатами для жилых людей, как стационарного типа, так и на доме. С чем столкнулись на текущий момент, в принципе, вот, Галина Михайловна озвучила, часть, все века сняла, что, вот, буквально вчера, на отдел закупок заходили, и повышение цены продуктов питания на 25%, дезинфицирующие средства 30% средства ухода, паперсы, пеленки, перчатки, постельное белье в два раза. И, то есть, идет непонимание, как бы, чем регулируется, где вот, где искать информацию, то есть, как бы, мы же не можем обратиться, там, в ФАС, так сказать, это точно будет, ну, как бы, не вин-вин сотрудничество. Вот. Где нам, ну, на что опираться, то есть, какие решения видим, то есть, приравнять НКО и организации, состоящие приезда социальных предприятий к особо пострадавшим предприятиям, снижение тарифов на ЖКХ для социальных предприятий, в том числе негативная воздействие. Добрый день, здравствуйте, меня зовут Венар, я работаю как дед-продажитель Фанчатинка, у нас, в принципе, сейчас все хорошо, как сказал так, замечательно, то есть, за последний месяц мы открыли председательство в Казахстане, это Грузия, на эту неделю уже запускаемся в Киргизию, но есть одна большая проблема, мы работаем в серверизоне, то есть, на уровне законодательства Фанчатин регулируется договором коммерческой концессии, то есть, о передаче торговых знаков. А за счет разницы курса, сейчас мы начали зарабатывать в два раза выше на экспорт, то есть, мы продаем интеллектуальную собственность наших предпринимателей в два раза дороже. это очень большие деньги, но мы эти деньги не можем перелестить через границу, то есть, по факту, мы открываем любвицы в Казахстане, мы открываем любвицы в Грузии, мы открываем любвицы сейчас в Киргизии, что там, в принципе, проблемы на опаде местных партнеров, там собираются определенные, скажем, кэш в деньги, кто-то так не говорил, и сейчас через серые схемы приходится перевозить в Россию. Хотя, как бы, это большие деньги, это помощь малому предпринимательству, это тем, что там салон, это СПА, это те, кто представляет интеллектуальную собственность. А на уровне законодательства, как бы, слово «ханчайзинг» в принципе отсутствует. Хотя мы сейчас регулируем, но хоть и большие деньги. Давайте работаем за конкурсом. Давайте. Только «за». Давайте, у нас еще полномочия года 26-го года, давайте. То есть, у нас деньги есть, но мало вопроса не конденсируется. Вы услышали, вы услышали. Спасибо. Да, надеюсь, что вы услышали. Наверное, все думают, что, если у нас там участие с переменом малого-малого нажима в институт систем обращенной, много о ней говорили, о чем видели, но из-за этого какие-то возможности не случайно, а реально эта система заработает только с 1 марта 23-го года. Это позиционировано, что она вступает с 1 июля 22-го года. Почему? Потому что в этом законе не прописан механизм перехода на эту систему уже действующего бизнеса к моменту вступления в силу этот закон. Получается, что на эту систему смогут зайти только те предприятия и предприниматели, которые будут перегистринироваться после 1 июня. Ждать, что большое количество в этих условиях будет новый бизнес, наверное, топически. Поэтому для того, чтобы этот эксперимент начали активно работать с 1-го, с 2-го года, а его вкусные терпения там, потому что на данном опыте снижение на бруске на 1-го, а 2-го. Сейчас как раз большая задача сохранить персонал, зарплату персоналу. Учитывая, что у нас пока встанет еще до северной коммерции минималка в высшей бюджетной сфере, и эту разницу никто комментирует и не вытвет, естественно. Поэтому я хотел бы вас попросить, чтобы до момента вступления в силу данного закона в нем был прописан механизм перехода уже действующего бизнеса с 2-го года. Потому что хоть действующая редакция, а действующий бизнес может попасть на эту систему с 1-го и до 23-го года. Понятно. В отличие от предыдущих экспериментов, в том, о котором вы говорите, и ставили задачу, ну, сделаем максимальный переход всех бизнесов. Во-первых, это действительно изменилось субъекту для того, чтобы доработать дальше. И во-вторых, это право бизнеса, но я абсолютно уверен, что сейчас будут разработаны дополнительные мероподдержки связанные со страховыми взрослыми и сохранениями профессионалами и так далее. Поэтому это право. В любом случае право, если здесь засчитает, что ему это подходит. Я бы хотел перейти на эту систему уже с июля, с нового года, тем более, если мы сейчас говорим о том, что мы поддерживаем малый бизнес, но ведь малый бизнес должны быть не как источник доходной части бюджета, а как источник сохранения рабочих мест хотя бы своего и одного работника. Совершенно верно. Поэтому не давать зарядить на эту систему, сначала разрекламировав ее. на эту систему, сначала разрекламировав ее. Согласен. Поставил. На этом уже есть дальше. Увторюсь. Увторюсь. Мы так. Увторюсь. Увторюсь. Пожалуйста. Первая бандельская команда. Спасибо, что у вас есть возможность участвовать в этом мероприятии. Спасибо.